Странно. В другом окне. Как через... Открылось какое-то... Через другое какое-то окно. Непонятно. Ну, игра. Да, показываю задание, почему нет. Так хоть путаться не буду. Telltale Game представляет... Представляет совместно с Universal Partnership и кем-то еще. Назад в будущее. Игра. Эпизод 2. Нет. Суббота, 13 июня 1931 года. Эпизод 2. Достать Таннена. Дизайн. Понятно. Хариограф. Что? Они охерительную работу на самом деле проделали. Потому что консультант Боб Кейн, Боб Гейл, он создатель. Один из создателей Назад в будущее. Док, что происходит? Я не знаю. Если только... Завтрашняя газета. Она все еще у тебя? Да. Местного бухгалтера убили. Избили. Ставили насмерть. Местный бухгалтер Артем Макфеллэд был жестоко избит и оставленным умирать на зданиях. Ступились сюда. Хилл Вэлли... Они что убьют моего дедушку? Глава Резатана, небеса внезли. Наверное, они за вместо того, что Ароннер расписался за повестку, которую ты ему доставил. Ну что же нам делать? Я не уверен, что мы можем что-то сделать. Дед был брошен на пороге суда пять минут назад. Фотография моего отца исчезает. Это временная линия твоего дедушки получит смертельные раны. Это значит, твой отец никогда не родится, а значит и ты. Если только... Та-да-да-там... Главная роль дончика. Когда ты последний раз видел дедушку? Четыре часа назад. На городской площади. Давай дадим ему достаточно времени для дачи показаний. Опа. Ладно. Должны быть осторожны, чтобы не столкнуться с самим собой. В таком случае ты не должен быть проблемой, ты в тюрьме. Ладно, давай отправляемся до того, как полиция нас не нашла. Не с места! Ух! Выходи из машины с поднятыми руками. Опачки. Хе-хе-хе. Ти-ти-рик. Ти-ти-рик. Хе-хе-хе. Так. Что это было? Было что? Тирик. Я слышал там что-то. Думаю, ошибаетесь, офицер. Ага, то есть надо двигаться. Окей. Похоже, я поймал беглеца Карл Сеган, поджигатель подпольного бара. Предполагаемый поджигатель подпольного бара, если вы не заражаете. Хе-хе-хе. Хе-хе. 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 Что это за хреново коляска? Не подходите, это прототип. Он еще не тестированный, он может взорваться в любой момент. Или внезапно... исчезнуть. Неужели? Ну, я думал, ночной воздух так действует на вас, офицер. Что это? Какая-то иностранная производство, немецкое? Ничуть, это, по-моему, самериканское изделие. Рано! Где ключи-то? Где ключи? Теперь уверен, что что-то происходит сзади. Видимо, что что-то из Бака Роджера. Да, теперь все будет кататься. Так. Куда вы пойдете? Я не удивлюсь, если у тебя помощники в этом деле. Прославьтесь, Хилл-Валли. Очень приятно слышать это. Надеюсь, вы не против, что вы проветрите пару минут. Я не против, но у машины могут быть другие соображения. Что это было? Что было, что? Дима. Я слышал там что-то. Я думаю, вы ошибаетесь, офицер. По кругу, по-моему, все зацикрылось. Через год не дождетесь. Да по-любому, не дождутся. Я хотел поближе взглянуть на этот машину. Я хотел поближе посмотреть эту исчезающую машину. Что вы такое говорите? Я ничего не слышал. Я думал, это подельники возвращаются. Но, похоже, вы правы. Просто показал, подельники говорите? Хм. Вот снова. Я думал, что ночной воздух на вас здесь офицер. Какой-то кружится, блядь. Какой машина хорошая. А? Можно я в машину сяду? Что это было? Я ничего не слышал. Вообще, сама незаметность. Сядь в машину. Дерри-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де. Звучит-де-де-де-де-де-де-де-де-де. Стоять! Езжай! Спаси своего деда. До возвращения. Со мной ничего не случится. Точно, док. что это было эти это назад будущее играет что-то это было почему на машине надпись dmc а где данте так 4 картик день здесь должен быть откровение учиться судьей вон он все что мне нужно добраться до него прежде чем мистер корлеоне я бы на это не рассчитывал что это ничего слушайте мы можем поговорить попозже мне сейчас нужно попасть в здание судя правда зачем мой дед присяжный один из присяжных и я должен провести ему лекарство тогда ладно удача держать вашу злобную собаку на поводке а хорошо у вас знаете ли законы насчет таких вещей никаких проблем каких проблем тихо давай вчерашний марк не заканчивай говорите уходи мы не разговаривали кстати с ним это вряди в раке все вы знаете судя с ними разговаривали что я хотел скилл инклейн как это было в другой части что такое уходи уходи малыш да и не подходи уходи черт инштейн ети твою мать инштейн там че белка и да не было такого хочешь поиграть в игре куда кинуть-то хочешь полку хочешь побегать чего куда кинуть-то туда в беседку и что принеси малыш как бежишь слышь слышь псина ты меня убиваешь куда кинуть-то через забор может через забор давай кинем я не вариант в кого кинуть-то в неё кинь ты уберите отметил гадкое животное хорошим штейн отстанет милой дамы мои туфли нет инштейн нет давай не тебе на два поздания судя и найти арти прежде чем парни тонн ах эй о боже привет по моим расчетам растворный двигатель для полномет требует один киловатт энергии ты не можешь противопоставить мои расчеты чтобы убедиться ты в порядке да 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 но мне нужно найти артура зачем с ним может произойти несчастный случай артур макфлай может быть и не самый скоординированный парень но я уверен что он сможет подняться по лестнице ладно продолжим работу очень сжатые сроки тебе так не кажется начинай без меня конечно начинай без меня разворачивайся и иди а я догоню тебя через несколько минут ах черт мой бог что это такое всегда срабатывает с кем ты говоришь я с тобой говорю не между за того как я подошел я ни с кем не говорил и работал над учреждением для моего реактивного двигателя и я имею ввиду после того ладно неважно займемся делом иди за мной я думаю что я думал что никогда не уйду по крайней мере я смогу теперь попасть сюда не суда а чё мне просто так нельзя давайте а зачем ты прятался объясни мне чё слышь ты должен пойти со мной слушать и в большой опасности что значит я в опасности нет времени объяснять дед арти просто обещай мне что ты останешься в полиции арти макфлай тот самый парень которого мы ищем привет ребята беги взять его беру конечно надеюсь будет 3 марте сейчас одному ваш кедали давай еще раз отправимся в прошлое мне лучше следовать за ним вода я не начал исчезать опять куда него потащили-то суп они orduminteles это новый такỉ некилте никакой тоokay ритмен дал 4 марте издание тети 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 тели тети 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 т dabei все чисто ладно макфлай пора повидаться с боссом Сейчас будет, по-моему, самое то, что меня бесит Потому что я никогда не мог понять, как это работает Арти, как поживает мой любимый бухгалтер? О, бывало и лучше Мне жаль, ты слышишь, Макфлай Трикси, сходи припудри носик, уголка У нас тут дело, которое нужно обсуждать Ладно, мальчики, видеть себя хорошо Рад тебя видеть, Арти Я вас тоже рад видеть, мисс Троттер Да-да, рада, за безумие Нифига там бухгалтера у нее Слышь, теперь свали Он ей сказал Вы что, идиоты? Что вы притащили этот корм для моего Для моей рыбы К порогу Это была там первая площадка Ошибка, думай Взгляни на меня, когда-нибудь видел, чтобы я думал? Не отвечай на это Ладно, тащи его внутрь, узнать, что он рассказал судье А потом избавитесь от него Думаю, с этим мы справимся Хорошо, а теперь, если не возражаете, мне нужно разобраться с поджигателем И, если бы, один из этих ящиков начнет холдить эти кормы Перетащите эти ящики уже Будет сделано, Кит Да, сейчас будет тупейший момент Тупейший просто Тупейший Пока все хоро... Ооо! П,'м... Лучше помощь попасть туда Так много для контакта. Уже две. Три вернее. Или это не тот момент? Чё-то я не помню. Залезай в ящик-то, ну. Давай. О, нормас. Какой мой размер? Пан или пропан? Прести ящик, Кьюбл. Помешай с рук Кьюбл. Очисти пятна кровью, Кьюбл. Я не гангстер. А какая-то прислуга. Какой из вас я потащу первым? Господи, эта безрука слишком тяжелая. Упс. Ау. Вообще-то я тут пытаюсь проводить профессиональный допрос. Так куда мне это положить? Просто брось за барную стойку. Я бы бросил тебя за барную стойку. Кшш. Давай, Эрти. Боже, сколько хлороформа ты налинула эту тряпку. А что? Просто никак не могу привести его в чувствую спящую красавицу. Охух. Охух. Переборчили. Ты слишком сильно... Хе-хе-хе. Казанул. Слишком... Статуа Арти Макфлейси. Дай-ка проверю. Эй, Арти, у нас пара вопросов к тебе Я судья Судья, дей, дей, дей Видишь, о чем я тут работаю Кажется, попался Зейн, проснись Извини, босс, чертова, простуду меня достало Старайся не уснуть, пока не закончишь этот плакат, лады Мы откроем клуб через пару дней И выключи эту вывеску, хорошо? Эль Кит Эль Кит С возвращением, Некрополь Проснись, Соня Так Сейчас мы будем делать красиво Нейтрализовать гроворезов, спасите Арти Хлороформ Чистый этиловый спирт Хм Хм Ха-ха-ха Хм Ну-ка, дай, Арти Несешь и ты, ваше Чистый этиловый спирт Чернильницу немножко Ну-ка Сильно газонулка оттащил ящик Ну, не знаю Эй, ребята Сейчас, как-то Серьезно Зейн Зейн, проснись Ты пиздельник Должно быть из-за простуды Это не значит, что он может спать на работе На работе Один болван выбыл, осталось двое Плакат Трикси Троттер Всемирно известный певец и никогда не слышал Кнопка тревоги? Эй, эй, что это было? Должны быть какие-то проблемы с кнопкой тревоги? Ой-ой Не вариант Или вариант Не, не вариант Так Бутылка упала Ты испытываешь мое терпение, Арти Не должен быть Канадский виски Макдерманд Давай еще раз Бутылка, ему шарахнем по башке Эй Эй Ты слышал это? Мороженое от Кида Та-дам Матчис У нас коллекция бутылок Ха-ха-ха Ха-ха-ха Че происходит-то, Эмэнруд? Че случилось? Ты вырубился? Ээээ Че-то не так сделали, видимо Я надеюсь, что сестра умерла Попробуют о том, что умерла Попробуют о том, что умерла Ой Спокойной ночи Какой бы? Я думал, предохранитель сгорел Так сгоняй в столовую и поставь новый Ааа, почему я? Ты хочешь выторчать и разговаривать с этим парнем? Сегодня Да, я лучше схожу за предохранителем Действительно, что? Сходи, сходи Значит, теперь этот парень нам не будет мешать Крепкая же у него голова, если он первый удар выдержал И прям сразу поднялся Да что такое? Матчис Бэм Бэм Прямо в лицо Нормально Нормально, мы целы Мы целы Эй, ты Погоди, я тебя знаю? Нет В ближайшие лет 40 точно нет Все возвращается Пойдем, Марти Давай убираться отсюда, пока эти болваны не убили тебя Подожди минутку Они собираются убить меня? Ааа Отлично Ты не смешно, парни Там кто-нибудь есть? Он по трубе стучит, а лифт не опускает Болон Ни хрена себе это Идеальное время Вообще тайминг отличный Держись, дядушка, нам еще кое-что нужно подобрать Что это? Кое-что это имеется ввиду? Дока? Какого хрена? По 200? Я думал, ты никогда не спросишь Господи, что он тут делает? Долгая история Озвучивать игролюбительские переводы Ну Тогда я провел Артик Делорио и вернулся к тебе Гениально Итак, теперь мы можем ехать домой, да? Ничего нет, мы должны закончить с этим делом Не, не связывай меня снова Он скоро проснется Так что будь осторожен Ты не будешь в безопасности Хилл-Вэлли до тех пор, пока Таанан останется на свободе Не волнуйся, я буду далеко от Хилл-Вэлли Никогда не вернусь Не, не, не Он должен вернуться с бабушкой Как ее зовут? Сильвия Ты знаешь девушку по имени Сильвия? Нет Она тебя знает, должна знать тебя Это ваше знакомство жизненно важно О, я понял, вы хотите, чтобы я жил частью тайной операции? А, возможно Да Вы спецагенты? Да Что-то вроде того Конечно Что? Все ради Яди Сэма Я буду поблизости ожидать Сильвию Но в то же время я буду прятаться Молодец Когда мне рассчитывать на встречу с вами снова? Это было близко к провалу Думаю, с ним все будет в порядке Ты же больше не исчезаешь, да? Кроме того, Артур может абсолютно безопасно вернуться 25 августа 25 августа Это дата, когда Кит Энна наконец-то угодил за решетку Как там фотография твоего отца? Еще здесь Хорошо Да, убираться, прежде чем у нас не случилось Гувера Пока мне переизбрали Гувера на второй срок Слопить Ха-ха Ха-ха-ха Как много читать-то здесь приходится Прям ой Ой, как тяжко Вот ещё не всё Мы вернулись Но что-то явно пошло не так Наверняка Процентов на 100 уверен Ну всё вроде нормально Ты уверен? Смотри, Резиденция Макфлаев Так может зайдёшь, поболтаем немного? Я хочу, чтобы папа лично тебя увидел, что всё ещё здесь Я бы с удовольствием, Марти, но я должен идти, я понимаю Док, у тебя есть жизнь, нужно воспитывать детей и всё такое Нет, я должен добраться до банка и оставить ту распродолжительную общество, которое ты мне говорил А, о, ты иди ищи своего отца, я вернусь в течение часа Увидимся, док Я бы как-то Такой, всё вроде бы хорошо, но что-то должно пойти не так, явно Игра же продолжается Ящик из-под молока Парадная дверь Что-то явно пойдёт не так Эй, кто это дома? Чё-то у меня с ключами не так Пожалуйста, не сейчас, давайте завтра, давайте ещё через другой день Чё? Ещё день? Пап, ты о чём? Марти? Нет, это невозможно Марти же забежал из города У меня плохое перечислено насчёт всего этого Сбежал из города? О чём ты говоришь? Папа, пусти меня Не пытайся обмануть меня, уходи Оставь нас Мы недостаточно много страдали? Мам Мам, это Марти Мам, открой дверь Голос как у Марти, но этого не может быть Мам Уходи прочь Как тебе не стыдно? Чё ты, я? Как мне вас убедить? Скажи мне что-нибудь, что лишь Марти мог знать Как ты, как ты встретил маму Что я сделал, когда мне было восемь лет Поджёг гостиную Когда мне было восемь, я поджёг ковёр гостиной Девять из фильмов, помню Верно О мой бог Чё ты ждёшь, дожди, спусти его Ух, вернулась, привет, ещё раз Дурацкий замок Марти О, боже мой, папа, что с тобой случилось? А как ты думаешь, что случилось, засранец? Абибас Абибас написано Кажется, мы сказали, держи Йос Это, это лучший просто перевод Вы тоже это видели сейчас? У него вот здесь вот, вот на этом месте написано Абибас Сука Лол Я не знаю Абибас Девять, не зависит от того, что произошло Я уверен, что мы можем разрулить это всё Разумно Кто они? Кто они? Разве ты не знаешь Клиффа и Риффа? Как думаешь, мы должны сделать с ним, младший брат? Всё, что нужно несколько лет, братан Сепрати? Её понравится, это Макфлай Подожди, подожди, я пытаюсь разобраться Когда они у Биффа появились, братцы? От мамочки Таннен и папочки Таннен Это называется размножение, пидурок Эээ, присесть? Блюнь Бифф Стойте, а чё, это всё как-то связано с Кином Танненом? Папа? А при чём он тут? Он должен был оказаться в тюрьме В тюрьме? Папа в жизни не провёл ни одного дня в тюрьме Банда Танненов пятая по опасности криминальной семьёй в Калифорнии У нас везде есть связи А, вот оно в чём дело Он не попал в тюрьму Ты мне не веришь? Бифф, нет! Это зажигалка Зажигалку от пистолета нормальному не оцениваю Зацени Твоя семья от моей в благодарность за продолжение сотрудничества Джей Джей Валенти Джон, Дон Валенти, крёстный отец семьи Касакраменто Третий попасть в криминале семьи в Калифорнию Увернуться влево? Блэу Посмотрим, чё здесь? Так расскажи мне Как долго вы обращаетесь так с моим отцом? Ещё с школьных танцев, когда Джордж вырубил бифы на стоянке Заткнись, это не смешно До сих пор связан с семьёй Танненов Семья Танненов не позволит ему никогда Увернуться в... Прыгнуть? Может? Нет Так что-то я ещё тут не понимаю А... Вы можете доставать кого-нибудь другого? Мы так и делаем Мы много кому достаём Типа наше хобби Так, если я увернусь вправо, что будет? То есть я вернусь назад Вернуться влево Ну-ка давай ещё раз Опа, я на коробке Скоро конец игры, это только второй эпизод А их всего пять Или шесть Когда я уехал из города? Два года назад, разве не помнишь? Ну ты говоришь, что лучше общаться со своим стариком, или ты уйдёшь Ну теперь ты вернулся, и пора забыть о нежностях А прыгнуть? Бум! Эй! И ещё кое-что Чё вам надо? В этом месяце пришло время Время для Джорджа должно платить Обычно принимаем оплату наличным В этом месяце можно просто содрать с тебя шкуру А прыгнуть, допустим И ещё кое-что Ещё кое-что Как насчёт перемирия? Если тебе получше, я урою тебя этой клюшкой Вправо пошли, вправо пошли Вправо, 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 вправо Вернуться влево? Это получается, да? Ладно Я жду кондемнат Ну я понимаю Да, скорее всего Либо завтра ночью будет Либо послезавтра Не знаю Не уверен Биф, что с тобой случилось? До того, как я уехал Ты вроде как боялся моего отца Боялся? Спокойно, черт Один из там Он никогда не боялся Макфлайя присесть Нет Ещё один вопрос Что вы сделали с моим отцом? Твой отец был в кресле Счёт того, как ты родился, придурок Стоит надеяться на то, что у тебя есть запасной Потому что тебе понадобится Счёт Одно через три секунды Увернуться влево Оп, опять коробка Ну вот ещё О, ещё не могу понять Что насчёт моей мамы? Как она встретилась с отцом? Счёт нас Нам по чём знать Она полюбила этого неудачника Она получила Ушла Получила от нас то, что получила И Звук микрофона Только что заскрипел Чё-то проседает Немножко Я сейчас Мне интересно Так, куда отлетело? Вправо увернуться Больше никаких вопросов Увернуться Так, присесть Во Я сейчас настройки игры Поменьше сделаю Просто из-за этого Возможно Косяки со звуком Потому что я вижу Что фу-байс проседает Проще простого Напрасно я поддался Уговору этой девке Надо было убить Твоего деда Никто в Хиллвейле Не смеет трогать Семью Тененов Док Марти, быстро сюда Эта временная линия была нарушена Да, да ты шутишь Нет, секунду В принципе ничего не изменится Если я графику скручу На середину Вообще ничего не изменится Я больше чем уверен Что-то мы сделали в 31-м году Что позволили Киллу Танну Избежать правосудия Как и следствие Танны были главой Хиллвейли Более 50 лет Ах, черт Они ограбились за автоматов Мы должны вернуться в день Когда Кида Тенна Должны были арестовать Выяснить, что пошло не так И исправить это Иначе мы можем Навсегда застрелять в городе И принадлежать Танну Не вопрос, док Разберемся Оно сохранилось? Я просто Я просто разницы Не вижу сейчас Да, оно сохранилось вроде как Да, вообще никакой реакции Нет, не имею отношения Никогда не участвовал Не очень-то хочу А что Хорошо, док Давай еще раз повторим Сегодня ночью Кида Танна Должна передать Его любовница Певице по имени Трикси Троттер С горячей штучкой Видела ее выходящей С подвольного бара Точно Когда она это сделает История гласит Что Таннен Будет арестован полицейским По имени Дэнни Паркер Паркер, Паркер Это как Это родственник Дженнифер Паркер Моей девушке Возможно Тяжелый случай В любом случае Каким-то образом Мы изменили историю И одно из этих событий Не произойдет Твоя семья обречена Поколениями страдать От рук криминального клана Таннена Ты должен вернуться В подпольный бар Таннена Выяснить, что пошло не так И добиться ареста Кеннена Да, без проблем Сейчас просто шляпу одену И я уже готов идти Уст действительно Необходим Конечно, необходим Неужели, чтобы Кит узнал Что тот самый Баламут Помешавшему прикончить меня Уверен, что ты не можешь пойти со мной Слишком опасно Ты запросто можешь маскироваться С неприметной внешностью Но с тех пор, как я близко Дерзко сбежал от полиции и мафии Мое лицо каждому бумажке отсюда Дарьинова известно Непременно Я найду безопасное место, чтобы отсидеться Эта ночлегка должна подойти Можешь найти меня там, если мне понадобилось Просто любопытно Да нет, вроде ничем таким не занимался Ну я так спидраню иногда, конечно Но без них Давай, Метал Сирдж Типа, кой ночь Теперь я точно похож на Майкл Криллион Похоже, Эммит Зря времени не тратил Сделал портативный, что ли Свой бур Или что-то Простите, сэр Судьба там как бы одета И исходящая от вас неприятности Я могу сделать только один вывод Вы направляетесь к подпольной Бартану Но я права Нет 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 На крайней мере Вам стыдно соврать К сожалению Я не могу остановить вас Но я прошу у вас задержаться здесь Еще на несколько секунд И послушать мою песню Мой, мой, мить Мой, мой, мей Ты скажешь Уших что-то чувство Управ кожи Что на ко ??? Да, что ж во имя господа, извините, мисс Трикланд, просто небольшой эксперимент прототип на мгновение потерял тарикторию. Мистер Браун, почему собака в транспортном средстве? Почему? Ну, для улучшения человеческих условий, конечно. Привет, Майк. Майк? Мистер Корлеон, а что вы здесь делаете в этом районе? Я под прикладем. Как интересно! Как-нибудь вы должны мне дать эксклюзив. А сейчас меня ждут некоторые вещи, которые требуют моего спасения. Вы можете полюбоваться на мой новый эксперимент. Ты не зрячешься по поводу реактивного бура? Фу, дело прошлое. Я пришел на вещи побольше и получше. Взгляни на беседку, когда сможешь. Я буду возиться там, ты не поверишь, что мы с Сеней затеяли. Значит, жди проблем. Ну ладно, где тот подпольный бар? Так, что красиво было? Я пропустил момент. Что было красиво. Чё это? Кто тебя обманул? Улисс С. Грант. Чё ты мне принес? Несвежее мясо с картошкой? Какое слово? Овощ для слабаков. Чё? Какой первый вопрос был? И вот это место тупое. Я его терпеть не могу. Оно просто идиотское, это место. Машина с собакой? Кто сказал, что ты теперь босс? Брюс Спрингстер? Что? Джо Пископо? Пископо, иди гуляй, паренёк. Кто тебе сказал сюда прийти? А Диссар Бош? Что ты сделаешь, когда я пошлю тебя обратно? Я, по-моему, первый ответ угадал. Дам сдачу. Где ты живёшь? Прикинь, я в два раза угадал. Нихера себе. Тут рандомные ответы просто. Рандомные вопросы и какие-то ответы. Так, чё он мне сказать? Какой вопрос задал? Эээ, откуда ты пришёл? Эээ. 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 Эээ, Россия. С любовью. Что это? Ты сам догадаешься, и он в субтитрах. Слышно, что он говорит, как бы, «from Russia with love». Где ты живёшь? В Московской области. Кто сказал тебе, чтобы прийти? Эээ, Бош, что ты сделаешь, если я сломаю тебе руку? Он сказал, «ногу». А, в игре справа... Ну ладно. Если я тебе сломаю руку, я тебе, это, укушу тебе нос. Утру тебе нос? Нет. Кто король Сиама? Мне почём знать. Эээ. Эээ. Чё? Какая-то... Да-а-а-а... Брюс Спрингстон! Я уже не знаю, кто король Сиама. Ммм, интуиция подскажет. Иди в жопу. Кто дал тебе право стучать в мою дверь? Кто сказал, что ты достоин? Вероника Дэйд. Чё? Чё-то вообще субтитры куда-то гуляют просто. Кто тебе сказал прийти? Эээ. Он? Я забыл. Что ты будешь делать завтра? Тратить деньги. Откуда ты пришёл? Инглвуд? Чё-то совсем субтитры. Кто тебе сказал прийти? Так, вот он. Это мы уже нарандомили. Что ты сделаешь, если будет налёт? Буду читать книгу. Что за игра? Назад в будущее. Эпизод 2. Кто сказал, что ты достоин? Джо Пископа? Кто сказал тебе быть здесь? Эээ. Он? Сделаешь, когда я пошлю тебя отсюда. Эээ. Утру тебе нос по голову, да? Не то. Эээ. Кто тебе сказал быть здесь? Эээ. Дам сдачу. Где ты вырос? Эээ. Что? Хилвейли, ёпта мать. На самом деле, это всё вот так решается. То есть, ты отходишь в сторону, приходит мужик. Ты слышишь, что он говорит. Кто тебе сказал об этом месте? Стервозная ген по туризму. Что за гениальная мысль? Слишком лёгкий вопрос. Спокойтесь, мистер. Почему вам не подождать снаружи и не вздремнуть? Внутром чую чего-то там. Вообще другие вопросы. То есть, нужно просто стоять и ждать, когда кто-то придёт и задаст правильные вопросы. Кто тебе дал брау стучать в мою дверь? Брюс Спрингстон. Сержал в жопу. Кто сказал тебе быть здесь? Во, вот этот мне вопрос нравится. Я знаю на него ответ. Если я тебе сломаю ногу. Утру тебе нос. А, я уже отвечал. Да тут вообще всё не вариант. Кто тебе дал право стучать в мою дверь? Мама? А, интуиция подскажет. Старый мир? Ну, это, ну, это, ну, это очень тупой. Кто тебе дал право стучать в мою дверь? Откуда мне знать? Джо Пископа. Кто сказал, что ты здесь босс? А? Моя мама. Чё? Это вообще просто не совпадают. Босс Хог? Кто умер и сделал тебя боссом? Тупое место, совершенно. Кто король Сиама? Ууу, хорошие вопросы пошли. Босс Хог? Нет, конечно нет. Кто тебе дал право стучать в мою дверь? Надо просто записывать. Вероника Дэй. Что ты будешь делать завтра? Тратить деньги. Куда ты собираешься идти? Память уже не та. Нет, надо три вопроса ответить Чего мы тут ответили? Вероника Дэй, да? Что-то сделать, если я вкущу тебя внутрь Укушу тебя Лего, твоё эго? Чего это за вопросы? Что я буду делать завтра? Прыгать от радости Просто такой рандом еще Что ты сказал, что ты здесь? Боже, да Если я тебя отошлю, что ты будешь делать? Укушу тебя, дам сдачу Откуда ты? Кто король Сиама? Я? Что ты сделаешь, если я сломаю тебе руку? Прыгать от радости? Нет Нет, 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 нет Кто дам тебе право стучать в мою двор В мою двор Вероника Дэй Что ты будешь делать завтра? Прыгать от радости? Нет Сучара Брошься в дверь, так бэм один раз И все Кто дал тебе право? Дорис Дэй Что ты сделаешь, когда я сломаю тебе руку? Там сдача, по-моему, была, да? Куда ты завтра пойдешь? Рим Добро пожаловать в Элькинсер Есть На рандомеле На рандомеле чуть-чуть На рандомеле Слава богу Мы внутри, ребят Мы подкрепри... Мы подкрепри... Подкрепри... Не, че там, тетюхи? Хе-хе Здорово Че? Леди, джентльмены Еще раз с удовольствием Представляем вам Лучшее шоу По ту сторону Скалистые горы Когда я с вами говорю С удовольствием Я думаю, вы действительно Понимаете, о чем я говорю, да? Ну... Приветствуем, Вэлькинсер Единственное неповторимое Тридикси Тротаж 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 В сторону, пацан Надо уторить Свой печели Да он забухал, походу Офицер Паркер Эй, я тебя знаю Ты же Паркер, офицер Дэнни Дэнни Паркер Полиция Хилл-Вэлли Мы встречались? Кажется, я тебя где-то видел Не Ну, не знакомец Пересядь и выбей со мной Вы не должны арестовать Танну? За что? За подпольный бар, как минимум Мне нравится этот подпольный бар, вот так К тому же, если я его арестую, мне придется арестовать тебя и себя И всех, кто здесь находится Это слишком много работы для одного копа, как я В каком играть? Фир? Стоит играть? Я играл Стоит Но, на самом деле, стоило играть ее лет 6 назад, как минимум Хотя, может, и больше Но, если тебе нравится Condemned, я думаю Или какой-нибудь Max Payne, я не знаю, тебе понравится, в принципе Прекрати пить Нужно ли тебе так пить? Наверное, нет, этот бар закрыт, когда я не надержусь Я слышал, что у вас есть проблемы Проблемы? Дружок, ни у кого нет таких проблем, как у меня Хочешь поговорить об этом? Хочу? Хочу? Да, хочу Слушай, все началось, когда эта машина Jako j sensitivity Ко? 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 Не много денег Представить этого парня, арестовать Кида Танна сегодня вечером. Фанатка Моровинда. Уи! Господи, какие скетчи классные. Мне кажется, кто-то рисовал Дока. Землеройка закопался недостаточно глубоко. С удовольствием прошла первый Кабо. А, и Виашок. Понятно. Боюсь ставить, чтобы ноут не сгорел. Консолик нету. Ой, она не поет. Она закончила петь. Ну-ка, подожди. Дэнни, ты! Расскажи о своих проблемах. Проблемы? Тьфу, я не говорю о все выгонять депрессию. Я хочу веселиться. Я хочу партий! Уи! Наркоман. Увидимся, я буду здесь. Так, женщина. Извините, вытряхте тротер? Так написано на двери моей раздевалки. По крайней мере, так было бы, если бы у меня была раздевалка. Что такая милая девушка, как ты делаешь с таким парнем, как Таном? Ах, хит не такой уж плохой. Просто привык. Эй, детка, могу ли я рассчитывать, что вы исполните свой кан-кан номер? Парням очень нравится в нем, можно увидеть твои, э, преимущества. Как скажешь, кит. И хватит шляться без дела, я тебе плачу не из-за разговора с пьяницами. Я не пьяница. Ты вообще не платишь, обманщик. Напомню, о чем мы говорили. Офицеру Паркеру, твои песни производят сильное впечатление офицера Паркера. Я впечатлена и одновременно рада, что смогла донести мой музыкальный дар до таких восприимчивых ушей. Красивый голос. Мне очень нравится твой голос. Спасибо. Тебе стоит послушать меня, когда я себя хорошо чувствую. Ты болеешь? О, да, горло болит. Вот почему сегодня я позволял Кьюбалу играть столько длинных соло. Я это заметил. Мех. Цифры 3 нет. Ничего страшного. Ты поешь на заказ? Ты знаешь сестру-христианку? Я не занимаюсь ревизной музыкой. Как насчет лестницы в небо? Я популярной песни, парнишка. Хочешь услышать псалом, иди в церковь. Есть подозрение, что мне нужно подойти к офицеру, узнать, какая у него любимая песня, и просить ее сыграть. А что ты делаешь? Мне все равно, что это слова одни из твоих песен? Я еще не запомнил их. Ага. Почему ты рассказал, какой Кит замечательный парень? Да, думаю, из него не худышный парень, но пока моя страховка не подтвердится, полагаю, мне от него не отвязаться. Да, слушай, возможно, я не гений, но даже я знаю, что не стоит ссориться с таким бандитом, как Кит. Но не имею ничего такого, что не позволит его спустить на него собак. Страховка. А что за страховка у тебя? Что за страховка? Ты шутишь? Есть только один человек, к которому я могу доверять свои секреты. Но я не видела его уже несколько недель. Ты же не имеешь в виду Арти Пакфлай? Ты его знаешь? Ну так хорошо, как я думал. До того, как он пропал, Арти учил меня многим вещам. Этикет, философия, бухгалтерский учет. Настоящий эрудит. У него даже есть трубка, как у этих профессоров, видишь? Могу я это отложить? Конечно. Я тайно работаю над этим проектом «Избавиться от Кида» уже несколько недельно. Единственное, кому я могу доверять свою работу, нельзя... Слишком осторожно, когда имеешь в виду Дин с таким маньяком, как Кит, ты понимаешь? Я могу найти Артура для тебя. Если я тебе организую встречу с Арти, ты сможешь использовать эту страховку? Использовать? Черт, если у меня была такая возможность, я бы сразу отправила этого типа в казенный дом. Посмотрим, что я могу сделать. Эй, ты можешь мне доверять, доверяй. Рассказывай, что там накопило на Кит. Хватит. И я неправильное слово, пока не выгорю с Артемом. ФЛИ, Войя. Ни пуха, ни пера. Спасибо. На сегодня должна передать Таннену. Ладно, док. Как скажешь. Немножко классики, ребят. Немножко в Лузиана, в Нью-Ол-Линс. Дэнни, может, не сегодня. Эй, это я тут пою. Дэнни. Ты. Трубка. Зачем мне трубка? Зачем мне трубка? Зачем мне трубка? Ммм, трубка. Грэнпа Артем Пайп. Ты знаешь, я не мог вспомнить Грэнпу, когда я был ребенком, но это вкусно, как он. Глобно. Так, у нас есть пистолет. У нас есть пистолет-зажигалка. Зачем она нам? Тебе что-то дать? С несколько человек, которые, возможно... Ты хочешь мне сказать, что мне нужно найти Эйнштейна, дать ему понюхать трубку? Ты на это мне намекаешь? Прям наизусть знаешь. Я и на гитаре играю. Конечно, я не знаю наизусть, как думаешь. Опа, ноты. Ну-кась. Ну-ка. Шипни мне на ушко? Песня называется. Чё? Грустная песня. Секретная песня, счастливая. Так, как мне его разговорить? Дай-ка подумать. Счастливая песня, он будет веселиться. Грустная песня, он запечалится. Если запечалится, он, может быть, мне не расскажет. Либо секретная, либо грустная. Давай секретный попробуем. Он такой предлог. У нее титики шевелятся. Это нормально? Я никому ничего не расскажу. Никому. Слышишь, братан? Дэни. Дэни. Ты. Рассказывай о проблемах. Ну, у меня нет настроения говорить сейчас об этом. Я просто хочу выпить вас, слушай, Трикси. Слушайте, Трикси. До свидания, Дэни. Не то. Что ты слышишь? Попробуем грустную песню. Нет, подожди, он сказал нет настроения. Сердитая песня. Секретная. А что еще? Счастливая. Давай грустную попробуем. Мой грустный малыш. Ну, вылегалось. Хотя, по логике вещей, мне кажется, надо его наоборот развеселить, чтобы он... Расск... О-о-о! У-о-о! Давай попробуем. Дэни. Ты. Так что, о чем эти проблемы? Все началось с... Все началось с 14 июля, и я преследовал одного из ребят Анны, когда эта машина из фантастического... Фильма появилась из ниоткуда и столкнула мою машину с дороги. Нет. Не может быть. Позже я потерял след свидетеля. С тех пор несчастным свидетелем ничего не было слышно. Это не твоя вина. А затем, ко мне прочему, я как-то умудрился посетить 80-летнего поджигателя, когда одна из этих проклятых звездных машин появилась и забрала его. Я бы тоже забухал. Это невероятно. Так говорит шеф, понизил меня в должности, моя семья отправила меня в психиатру, потому что они думают, что мне мерещатся разные вещи. А хуже всего, что моя девочка, Бетти, бросила меня. Потому как думает, что я плохой кормилиц, и у меня не все дома. Бетти, это Бетти, Дженнифер бабушка? Что? Слушай, Дэнни, это действительно важно. Ты должен вернуться к Бетти. А, этот корабль ушел. Ну и черт с ней. У меня есть маленький секрет, благодаря которому у меня будут женщины вдвоем шикарнее, чем Бетти. Насчет твоего секрета. Ну-ка, у тебя секрет какой? Не думаю, что мне стоит рассказывать тебе, когда мне грустно, как сейчас, я не искренен. Но слушай. Да. Ты мне нравишься. Ты мой новый лучший друг. Сейчас ему грустно, видимо, он ничего не хочет рассказывать. Теперь надо, наверное, ему настроение поднять. Ты, Кейт, пошла... Ээээ... Куда-то. Или этот... Регалайзер. Я не понял. Грустная, счастливая песня. Да, Ром? Почему нет? У-у-у. Это кто? Я не знаю, кто это. Какое у него счастливое лицо будет. Усики-билеты в трусики? Я никогда не уйду. Привет. Как ты делаешь? Где это было? В каком-нибудь фильме? Там танцевал кто-то вот так. Дональд Дак, что ли? Не помню. Так что, насчет твой секрет? Секрет? Как же эти секреты, когда у нас так весело? У-у-у-у. Понятно все с тобой. Секретная песня нужна. Секретная песня. Точно. Секретная песня. Нам нужна секретная песня. Я об этом не подумал. Нам нужна секретная песня. У-у-у-у. Секретная песня. Шипни мне на ушко. Тири-тири. Давай. Жарь. Какое у него секретное лицо? Ну-ка давай. Изобрази секретное лицо. Что это за лицо? У-у-у. Я кажется знаю, но я вам никому не расскажу. Я хотел чуть-чуть погромче сделать. Это на полную громкость игра сейчас включена? Серьезно? А что так весело-то? Ну-ка. Расскажи мне свои грязные секреты. Так насчет этих секретов. Да, мой секрет. Так. Ты мой друг. Как что я могу рассказать тебе? Но я не рассказываю никому. Я работаю на Танана около месяца. Че? Это правда. Все, что ты должен делать, это смотреть в другую сторону, пока мечтают улики. Или пока грузовик полный джина и едет по сельской местности. А там надо сделать так, что я деньги буду лежать у меня в кармане. Отличная сделка, да? Нет. Нет, это плохая сделка. Чего проблема? Люди нужно выпивать, верно? И пока никто не страдает, почему Даниэл Джей Паркеру не заработает на этом много баксов? Но пострадают люди. Кит-убийца. А, это просто слухи и домуслы. Хотя, эта стена славы... Весьма жуткая. Спухи. О боже, я совершил ужасную ошибку. Я думал, если я буду заработать денег, Бэзи вернется ко мне. Но когда она узнает, что я сделал, она никогда не захочет со мной разговаривать. Что же я наделал? Чикрай просто. Давай, возьми себя в руки. Все не так плохо. Не так плохо? Я коррумпированный полицейский, который потерял единственный шанс найти настоящую любовь. И это не так плохо. Во-первых, прекрати пить. Во-вторых, арестует Аннона. Ты знаешь, что столько пить очень вредно для здоровья. Ты чё, моя мама? Скорее, будущее твоей внучки, чё? Не важно. Думаю, я знаю, почему ты не хочешь рисовать Аннона. Потому что ты на него работаешь. Ёблочко. Что бы мне сделать? Поверь, все станет на свои места. Просто слушай музыку. Зачем? Слабо жить и по-богу. Я думаю, что в подпольном баре что-нибудь преубедить этого парня. Я знаю, что есть. Я знаю, что есть. Я знаю, что нам нужно. Если у тебя плохое настроение, тебе нужна... Сердитая музыка. Сердитая песня. Которую дзвольцов. Ярость! Ярость! Больше ярости! Давай. Соберись, тряпка. Давай. Что это ощущение, которое у меня у меня в руках? Что у меня у меня на левом, на моем лице? Ти-ди-ди-ди. Ха-ха. Ну-ка, злое лицо. Ха-ха-ха. Какой он классный. Кто его так анимировал? Дэнни, ты. Поверь мне, все встанет, дизайн-места. Просто слушай музыку. Зачем? Слова мне больше не помогут? Не? Я понял вас, уважаемый. Значит, нам нужна другая песня. Значит, нужно что-то другое. Слова... Когда слова не помогают, какая песня нужна? Приободряющая. Какая-нибудь такая. Мне все равно. Мне все равно. Как вам такой поворот событий? Мне все равно. И безумно говорят, мне все равно. Я их баллоны не замечаю я давно. Пусть даже это неправда. Смотрят тебя двери распохнуты передо мной. Ла-ла-ла-ла-ла. Отличная песня. Дэнни. Ты. Здесь не очень. Скажи это своей игре. Окей? Своим двум играм. Хорошо, скажи. Уровни на четвертом. Это нормальная загадка. Так, какая мне песня нужна? Если не все равно. Сердита не подошла. Грустная тоже не подошла. Секретная мы уже использовали. Счастливая песня. Может, счастливая просто? Все. Почему это мои игры? Ну, ты сейчас судишь? Я тоже могу судить. Мне загадки здесь нравятся, например. А, ну, в принципе, эта песня-то... А можно я пойду просто? Можно? Что она? Давай! Я это слышу. Дэнни. Да, в смысле? Хорошо. А мы можем взять её? Не работает это так, ладно. Ладненько, ладненько, ладненько. Что мы ещё не пробовали? Сердитая у меня всё равно. Грустная, грустная, секретная, счастливая. Грустная. А грустно ему пробовали? Ещё грустнее можно? Больше грусти. Больше грусти, нам нужно больше грусти. Я должен грустить, ты должен страдать. Я так сказал. Давай. О, мне так жалко его. Слышь, давай приободрись там. Ну... Что за беда? Не, ну я бы реально сейчас просто взял бы её текст. Мне всё равно. Счастливая была. Секреты не было. Что-то я немножко не понимаю. Может быть, мне с ней ещё потрепаться по какому-нибудь поводу. Хрен знает. Почему у неё титьки шевелятся? Я прям понять не могу. Прям активно. Как будто там это... Что-то происходит. Что? Какого чёрта? Сердитое было. Я ж первое проверял. Я первый проверял сердитой. Потому что подумал, что... Это будет как раз то, что нам нужно. Дэнчик, давай. Арестует Анана. Воу! А, это было. Всё, я понял. Так, мне нужна какая-то песня. Эй, ты! Ты... Ты у меня? Да, ты убийца. Ты что, положил глаз на мою юнис? Эрни, перестань. Он такой милый. Ты думаешь, что можешь вальсировать и заигрывать с чужой девушкой? Нет. Годи, она намного старше меня. Ты ещё смеешь её оскорблять? Я вынужден навалять тебе прямо на... Оставь от него, Эрни. Господи, что за пьяный бред? Я не волнуйся. Я реально не волнуйся. Эй. Э, хороший костюм. Я тебя взял. Магазин-костюм в торговом центре. Мне сделали бы на заказ. Да? Крестный материал. Кто ты? Откуда ты? Меня зовут Майкл Корлеоне. Ээээ... Я просто обычный парень, знаешь. Я болтаюсь по подпольным барам, вступаю на сцене. Обычным парням запрещено посещать это место. Да, мне нужна информация. Рассказывай, Элия. Осторожненько. Судя по разрезу на костюме, я думаю, он может быть из банды Валенти. Ты так? Да? Докажи. Ты не уйдешь, пока я не предъявишь мне доказательства. У меня есть немного чего-то, что я могу убедить. Даже не моргай. Это не настоящий пистолет. Клянусь. Это подарок от Дома Валенти. Смотри. Для твоей семьи благодарность продолжить сотрудничать. Джей Валенти. Похоже, что маленький Карли Гронн действительно из ребят Сакраменто. А ты, мужики, оказывается. Мне нравится это. Можешь выбить за счет заведения. Матчос, убери пистолет. Как идиот выглядишь. Чего там это слышу? Лифт. Стой. Лифт. А что, куда это я? Куда это я ухожу? Подожди. Блядь, нет! Марти. Ой, Арти, Марти. Арти, Марти. Арти вернулся. Арти, ты чё? Я как назад-то выйду? Мне опять придется этим говно заниматься этим. Угнал беда. Кстати, да. А, нет, у меня. Ты не пугай. Я не могу тащить ее в гримерку, кстати говоря. Это бабушка Марти, скорее всего. Зачем мне тащить ее в гримерку? Чтобы точно были дети похожи на Марти, да? Майк, ты как раз во время. Чем занимаешься? Ты что-то от машины и оборудования. Мы сочетаем проводим небольшой эксперимент с уменьшившей на модели, чтобы разрешить проблему перед их запланированной демонстрацией на выставке Хеллбелли через пару месяцев. Радиоуправляемая машина? Нет. Ну, то есть, да, но это будет нечто большее. Это удивит мир. Покрутил его и ушел. Называется киноляп. Как проживаешь, Эммит? Я знал, что я не видел пару месяцев. У меня все прекрасно, и я в долгу перед тобой. Серьезно? Да, тот спор с отцом во время нашего эксперимента резерактивным вуру подтолкнул меня наконец-то обросить эту скучную юридическую работу и полностью посвятить себе миру навыки. Спасибо, что присматривал за Эйнштейн, пока я отсутствовал. Мне было приятно. Он оказался на удивление подготовленным к испытаниям, как будто работал со мной много лет. Ну, похоже, десятилетий. Что есть? Я покажу тебя. Готов отправляться, Эйнштейн? Смотри. Когда эта крошка разгонится до 23 миль в час, ты увидишь нечто ошеломляющее. Он готовился к этому всю жизнь, по-моему. Воу. Ни хера, аж с тебя. Эйнштейн, нет, вытащи его оттуда. Не беспокойся, у меня есть безотказный механизм безвлечения, где-то тут. Где-то тут. Видишь? Не о чем беспокоиться. Не о чем. Воу. Я хочу, чтобы найти, как его снять. Кого-нибудь или чего-нибудь. Так, а где он? На башне. Так, а что мне делать-то? Подожди. Игра. А, он на той крыше. А как мне туда попасть? Эй, еще. Дай мне гармошку, блядь. Дай покатать на гармошке. Да что ты застрял-то? Аааа, ты твою. Что-нибудь или кого-нибудь. Там тут закрыт, небось, да? Закрыт, полагаю. Надо найти другой способ спасти Эйнштейна. Может, с доком поговорить? Вот с этим доком. Ну-ка. Дверь ночлежки. Эй, док. Как комната? Немного чище, чем я мог себе представить ночлежку в Эру Великой Депрессии. Как твои успехи в расследовании? Ааа... Я видел его. Кого? Моего дедушку. В трамвае. Я его увидел буквально секунду назад. Док, мы должны найти его. Почему? Трикси думает, что у нее есть что-то, за что можно посадить кида за решетку. Она же единственная, кто придает ей уверенности в этом. Я думаю, ее наставник говорит, типа того. Так вот она, связь. Когда твой дедушка исчез в Хилл Велли, два месяца, связь прервалась. Троттер была прервана, и в конечном итоге привело к тому, что Крикси не уверена была. Мы должны найти твоего дедушку. Ох, так. Эх, развелось доков. Слишком много доков. Ты не видел, Арти? Еще не встречал его. Паркер. Большой опасности, чем мы думали. Повлияли на его в жизни. Он брошил... Бабушка Дженнифер брошен был. Это ужасно. Я знаю. Марти, это важнее, чем когда-либо. Ты должен вернуть офицера Паркера в строй. Дженнифер никогда не появится, и я никогда не возьму тебя в 2015-е, чтобы спасти. Старый Бифник — это парадокс. Я понял. Почему ты не сказал, что я пойду к молодому тебе сегодня ночью? Потому что я этого не помню. Твое вмешательство в жизнь молодого меня два месяца назад немного изменило мою персональную линию времени. Я никогда не был достаточно смел, чтобы проводить публичные эксперименты, какие делает он. Не имеет значения, эти эксперименты будут забыты, когда я посмотрю фильм «Франкенштейн». «Франкенштейн». Да, сейчас молодой я на подрастном войсце внизу с ракетной импульсной системой, планируя продемонстрировать ее на выставке. Случай, который повлиял на твою научную карьеру, вот именно. Кроме того, ракета — это плохая идея, и я скоро пойму, что никогда не заработают. Как раз я изобрел этот кинотеатр и увидел фильм «Франкенштейн», который бы очистил мой мозг. И с тех пор держал отрывок билета на этот фильм в своем бумажнике. Видишь? Почему? Потому что во время этого фильма я получил вдохновение для моего прорыва на выставке. Это ведь не заставит тебя реанимировать мертвых, да? Не совсем. Однако во время этой той сцены, когда... Закусите фигуру, там поднимись внутри башни, сверкает молния, кроме того, скажем, так, этой ночью был реанимирован больше, чем один мозг. Иммитт так и не смог снять Эйнштейн в создании суда. Я не удивлен. Я не умный пес. Он заставляет его нервничать. Что мы можем делать? Придумал. Что? Просто отвлеки моего меня, и я сделаю все остальное. Так просто. Так просто. Так просто. Так просто. Отвлеки. Отвлеки. У-лю-лю-лю-лю. Сейчас я тебя отвлеку, подожди. Что за акула? Скоро во всех кинотеатрах. Акула. Не волнуйся, Эммитт. Я уверен, что когда-нибудь что-нибудь получится. Я не беспокоюсь по этому поводу. Сейчас более забочен Эйнштейном. Ты знаешь что-нибудь о офицере Дэнни Паркере? У меня папаша говорит, что он хороший полицейский, когда не пьет. Хорошо. Когда я слышал, что он пьет постоянно. Благая новость, что он пьет постоянно. Сделай перерыв. Почему бы ты не отвлечься от Эйнштейна на минутку, можешь найти и посмотреть кино, там, типа того. Спасибо за предложение, Майк. Но если я ему этого лапта брон не замыслил, то не отодвинется от пути в данный момент и целью велит спасение пса. Спокойной ночи, Данич. Я чувствую, что это, скорее всего, челюсти, но... Но нет. Потому что челюсти вышли. Немножко лет через 30, наверное. Может, через 40. Литровая кружка чая, пакетик всегда проваливается. Вся кружка в заблоке. Так. А что у вас с Эдной? Что случилось с Эдной? Я могу показаться, что пару месяцев назад они просто на тебя с глаз не сводили. Это было еще до того, как мой отец выгнал ее из общества Тридусти и из нашего дома. Теперь она не пускает ни одного возможного проинизировать надо мной и на моей работе. Очень отвлекает. А что произошло? Что произошло с летающей машиной? Я точно не знаю, как только мы вернемся с Эйнштейн и отправляемся на ее поиски. Ты уже видел фильм про Эйнштейн? Я слышал. Очень вдохновляющий. Пока нет. Я был занят летающей машиной настолько, что я не нашел времени, но я планирую сходить. Сегодня вечером, во всяком случае, как только, я спасу Эйнштейна. Поговорим с Эдной. Поговорим с Эдной. Если... Если Майкл коллекция не права... Если я с ней поговорю... Возможно, я сейчас на плиту какой-нибудь херни. Возможно... Она пойдет, начнет ругаться с ним. Мистер Крокет. Чего я могу помочь? Какой мистер Крокет? Чего? Я Корлеону забыла? Что происходит между вами с Эдной? Последний раз, когда я вас видел, мне показалось, что он интересен вам. Это было же до того, как я поняла, что согласие принято на себе мое общество трезвости было лишь осторонной попыткой получить самогон для так называемой лаборатории. Сожалею об этом. Нет, вроде не надо. Я пока читал чат, я пропустил кусок текста. Такое не встречаетесь? Встречаемся? Одна только мы с ароматических отношений с этим несоприентированным. Техноанархистам нелепо. Ясно. Док, ты в курсе, что... Док, ты в курсе, что ты техноанархист? Давай расскажем Доку, что она думает о нем. Он скажет, что думает о ней. Мы ей скажем, она вцепится в него, а они вцепятся... Это будет отличный план. Отличный план. Хм-хм. Какая удача с Эйнстейном? Я думаю, что это все. Это не понимающая, понимающая, скитерсность. Что у тебя с... Скорее обсуждали. Очень долго обсуждали. Оу. Знаешь, что самое интересное? Я, наверное, жилю в Хеллвеле всю жизнь, но если бы не познакомил нас, я бы думал, что мы никогда не сказали друг другу двух слов. Забавно, не правда ли? Да. Забавно. Что-то не забавно, нихера это все. Получается, вы с Эйнстейном не знали, как познакомиться? Нет, господи, нет, я имел в виду, пойми меня правильно, мистер Эйнстейн, привлекательная женщина со множеством прекрасных качеств, она слишком упряма для такого мучителя, как я. Хорошо. И, ко всему прочему, она продолжает отвлекать меня от моей работы. Как жить с такой женщиной? Ой, не жить с этой женщиной, как разговаривать с такой женщиной? Тут... Так, это мы уже читали. Так, давай еще раз. Иди встречаться с техножрецом. Эдна, че? Знаете, вы, кажется, испытываете тяготь. Кэм, это, ну, все равно не нравится. Я испытываю тяго ко всему, мистер Калеон, и даже к своей ненависти. Ну, ты какая. Вы знаете, кажется, испытываете... Так, это, подожди, это выложу. Стоит. Стоп. Отличная песня. А ты можешь мне ее сыграть? Что за песня, вы тут чуть раньше убили? Она понравилась, я написала ее сама. Вы начинаете барабанить пальцами на соседаниях общества трезвости. Хотя, возможно, это просто три стучка от похмелья. Хотели слышать еще раз? Да, безусловно. Да, конечно. Если хотите подождать, а то еще кто-нибудь попросит меня еще. Ты говоришь, что потерялся, что достоинство, но... Громче. Громче. Давай. Боже. Больше дерьмовых песен. Show the world you care, you should care, you should care, what people think of you. A ghost that you could name, remain, your good name is what you want to do, you should care, you should care, you should care, if your regret is in disrepair, it's not going to hurt you to reclaim your virtue for you. You should care. Catch you, are you doing it yourself? Yes, it's a good job. One needs a good hook for a ball. I would like to have a copy of your... You should be very different. I have a... I will use some inspiration for you. How do you do it yourself? There you are! You are good! 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 Where is Bart? I forgot. There is a name. There is a name. Coca-Cola? Coca-cobra? Well, let's go back, sir. You are good! 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 I want to give these lyrics to the song to the song that you can just do. I really should give these lyrics to the song that you can do it to the song that you can just do it. Ага, второй эпизод длинный, но он закончится на том, как мы закончим с этими тремя вещами Кто это? Чего? Ты разве не видишь? Нет А, не важно Мне кажется, не будь безразличным, да, получается? Песня называется, да? Мне все равно, она называется Она права, я могу изменить свою жизнь Эээ, что можешь? Знаешь что, я был хорошим полицейским И да, у меня было несколько неудач Один раз психологическое расстройство мне казалось, как будто исчез автомобиль, но я хороший человек Да Все, что я должен сделать, чтобы вернуть Бетти, это быть хорошим человеком, которым я всегда был Пропади пропадом, это выпивка Отлично Так что теперь? Теперь я жду, дожидаюсь момента, чтобы хватить Китатана, но установить свое хорошее имя И вернуть сердце Бетти, Лапински Запомни эту мысль, бьюсь я в заклад, что этот момент войдет в историю Да, вот этот, да, я понял Я просто его не видел, там очень странная какая-то по отношению к другим Ларри была Интерпретация, назовем это так Так, у нас есть трубка, у нас есть пистолет Так, скорее всего, так, этого мы в строй вернули, все С этой мне нет смысла говорить, пока я не найду Арти Арти я найду только одним способом Мне нужен Эйнштейн Чтобы спустить Эйнштейна, надо что-то сделать Надо отвлечь Дока Молодого По крайней мере, я это так вижу Как мне его отвлечь? Надо как-то их с Эдной Друг об друга столкнуть, чтобы они Отвлеклись Назовим это так Ну Давай, где ты там Слышай, Мэтт Арти Акфлай Найди свою летающую машину Почему-то не начать искать машину прямо сейчас И оставить Эйнштейна на краю пропасти Да ни за что Обсы гораздо важнее какой-то глупой летающей машины Воу Особенно то, что не работает как положено Что у вас с Эдной? Как вы познакомились? О, добрый лорд, нет Я имею в виду, не ошибаюсь Мисс Стрикланд отмечает Да это было уже Сделал перерыв Спасение пса, понятно Это мы уже все видели Та ю мать Чего мне делать? Это вообще вопрос на миллион Как мне заставить тебя что-то делать? Сценция спасения Чего это? Пожертвуй фонд городских часов А что они так с часами? Они разъслованы? Нисколько Вот оно что Это больная тема Я собираюсь средствам установку Красивых декоративных статуй И по обе стороны Сферблата Чего-нибудь вдохновляющее Гонорожадно справлено с Городской долгой Что-то вроде львов Или горгулей Невозможно стоять пить Хороших горгулей Да Дарк Соус мне об этом рассказал Очень Все невнятно Чего это такое? Это брошюры У них научная точка зрения В этом Описывают тот ужас Который падет на Тех Кто поддался Соблазна алкоголя 14 дней потери Особенно нравится Это описывает Правдивую историю Жизни Джонни Проснувшегося В лужу Собственно Блевотины Было совершенно Не вспомнили В предыдущие Две недели Своей жизни Тяжелый случай На самом деле Брошюра весьма Че текст прервался Эдна Че? Не знаю У меня для вас История У меня горячая новость Для вас Какая? Ну Изобретатель Запросил собаку На крышу здания Сюда Что? Посмотрите туда О, во имя святого Мистер Браун Я прошу вас Мистер Браун Не сейчас Разве вы не видите Что у меня сейчас Слегка деликатная ситуация Мой пробный запуск Пробный запуск Опасность для общества Я вам сказала Я уверена Что мой редактор Со мной согласится Ваши научные инициативы Представляют Реальную непосредственную Угрозу Общественной безопасности Знаете что я представляю Реальную непосредственную Опасность для общества Ваш голос Поющий Не нужно переходить На личности Мистер Браун Поверьте У меня нет Времени Переходить на личности С вами Я рад Это слышит Летающие машины Это смехотворно Подростковый взор Вы смеетесь Но только представьте себе Мир какой Без пробок Без автомобилей Я бы Я бы Я бы Я бы Закончился Крошением Одной Крыши И Псачо Работа над тем Чтоб спустить его Эни Как ты спустился Умная собака Ну что ж Фортуна Лугнулась Вам сегодня Но я призываю вас Быть умнее И осторожнее В будущем Теперь как спустить Улетающую машину Подожди А я не обратил Внимания Это Это то О чем я подумал Подожди Где это было Где это было Как мне на это взглянуть Так Ладно Сейчас Где Это Это Что там делаешь Спускайся Так Ладно Пошли Арте искать Собаку Мы спустили Все хорошо Ну я думаю Пойдет Да Понюхай Это Обожаю Этот нос Там просто Здание В которое Врезалось Я Там Транспарант В нем Торчит машина А На машине Ну то есть На стенде Вернее Луна нарисована И прямо В эту луну Влетела машина Это такой фильм Старый был Как он назывался Не знаю Там Там Очень странный Старый фильм Там С земли Выстрелили Из пушки И пушка И пуля Этой пушки Попала в луну Это очень странное кино Но оно Оно мощное Скрывался офицер Ну мне хоть раз Надо сходить в кино Здравствуй Офицер Офицер Я уведу его отсюда Но Но Можем поговорить В ночлежке В тоале Любопытных глаз Да Эйнштейн Отлично справился Еще был Фильм Не так давно Который назывался Я не знаю Он Хуго Назывался Вообще Но Как он у нас Назывался Я не помню Ему еще Оскаров Кучу Надавали За спецэффекты Забыл Как он назывался Оф Что-то С часами Связано Не помню Путешествие на Луну Да Вот так фильм Назывался Хранитель Времени Назывался Фильм Про создателя Вот этого фильма Путешествие на Луну Хранитель Времени Правильно я сказал Хранитель Времени А Не важно Он Хуго Называется В общем Две ночлежки Так Эй док Я хочу попросить Немного помощи В чем проблема Паркер Справился Арти все еще тут Он в ванной Эй Арти Открывай Есть гангстер Которого нужно посадить За решетку Что-то пришло Время встретиться С Сильвей Нет Пора Время встретиться С Трикси Трикси сказала Что у тебя Есть что-то Что посадить Кида за решетку Единственным кому она хочет доверять Я что она Я знаю что она сделала Умно Поделишься секретом К чему ты это вспомнил Я же говорю Там транспарант В который влетела машина На транспаранте Луна нарисована И прям в эту луну Прямо по центру Как в том фильме было Влетела эта машина Кадр такой же Извините ребят Но если Трикси Держит это в секрете То я тоже буду Это все хорошо Мистер Макфлай Но если вам придется Нужно объединиться Доказательства То нужно встретить Вашу Трикси приковано К подпольному бару Значит мы должны Привезти Артик к Трикси Не-не-не-не Я туда и близко не подойду Я не знаю Как вы уговорили на меня Просто Оставайся здесь Нюхай И пока Трикси не появится Ты уверен Что это безопасно Совершенно безопасно Мы никогда не подвергали тебя Неправданному риску Сейган Где этот Где кит А не где парень Не волнуйся Так Давайте Минутки две У меня водичка кончилась У меня горло пересохло Че-то Много Болтаю Бормочу Сейчас верну Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова За окном уже сугробы А у меня велосипед Не знаю к чему это сейчас Так Мне нужно что-то сделать Че мне нужно сделать Мне нужно Мусорные ведра Че-е-е А че нужно делать-то Мне нужно сделать-то заставить Заставить Трикси Сдать Кида Надо ей сказать, что Арти Трикси? Трикси, да Да Угадай, кто тебя ждет В переулке Хочешь поговорить с тобой Арти Но больше некому Налегко было его разыскать Но я должен был Прикрой меня к Юбл Я пойду перекурю Вот это молодец Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти Опа-на Эй, ты А? Да, тупица Я знаю, что ты положил Глаз на мой юнис Че? Извини, приятель У меня нет времени На разборки Ах ты ж А ты хорош Никогда не догружусь До Корнагикова С таким уровнем Ну все, приятель Я думаю На сегодня Эй, куда ты собрался? Я? Да, ты. Что ты знаешь об этом? О чем? Ничего, я... А-а-а! Чего? Что происходит? Трикси? Перерыв закончил, Кьюбл. Что скажешь, красотка? Как скажешь, красотка? Что это было? Трикси? Да. Что случилось с Арденали? Я не хочу об этом говорить. А-а-а... Хорошо, я пойду. Хорошо, я пойду. Сам посмотрю. Какого хрена? Вы что там стрельбу затеяли? Вы что? Э! Давайте, слышь, это... Вы там не убили его, надеюсь? Потому что если его там убили... Конец игры. Лужа крови. Арти? Арти? Ты пропустил отличную вечеринку, приятель. Кит, что происходит? О, тебе это понравится. Так, я тусуюсь в клубе, как вдруг понимаю, что мне нужно отлить. Так, ну... Я выхожу в переулок. Какого я вижу? Никого иного, как ту худую, распишавшуюся за судебную прописку. И знаешь что? Маленький черв шепчется... С моей Трикси. О, нет. Милосердно. Я полный милосердия. Кроме того, Трикси моя должница. На долгое время. А Кит-Тан всегда собирает свои долги. Всегда. А куда он убежал-то тогда? Что происходит-то? Ты ж мать твою. Куда он ушел-то? Алло. Слышь, дай главу-то закончить, ну. Игра. Ты че? Че происходит? Ты в ночлежку ушел? Че случилось? Эй! What the fuck? Хорош. Эй, док, хочу... Немножко помощи. В чем проблема? Встреча была сорвана. Док, Теннен поймал Арти и Трикси в переулке. Трикси умолял вас жить, но сейчас... Идет себя странно. Тебе лучше с ней поговорить, прежде чем она не наделала глупостей. А-а-а. Ну окей. What? Все? Все? Так, дай мне дорогу перейти. Дай мне дорогу перейти. Эй! Игра. 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 Дай дорогу перейти. Игра. Дай дорогу. Такой он... Какой-то... Странненький. То есть он куда-то сбежал. Мы не знаем куда. Думаю, сейчас у нее хотя бы мы что знаем. Может она нам что-нибудь скажет. Ох, разруливай тут все за них. Это кто? Ты что вернулся-то? Сквозь меня прошел. Ну ты что? Босс? Ты же не видишь, я здесь пытаюсь провести время. Хорошо. Я думаю, вы захотите это увидеть. Динамит? Что, с ума сошел? Зачем принес мой клуб динамитную шашку? Босс. Никакого дали. Я думаю, что подпольный поджигатель снова готовится нанести удар. Ты же мать твою. Какой-то это будет, чтобы Трикси сгибать на ребенка. Трикси? Ты уверен? Поверь мне, если бы с ним было всё в порядке, я бы был первым. Я бы первым узнал. Так насчёт Марти Мактус. Да, слышь! Да, он в порядке. Он не в порядке. Думаю, с ним случилось что-то плохое. Что? Ты хочешь сказать, что Кейн выполнил своё обещание? Да, так и есть. О, нет, о, бедная Арти, бедный, милый, маленький Арти. Я знаю. Это обманчив Кейт. Ему это с рук не сойдёт. Разве не должна использовать доказательства против него? Ещё и спрашиваешь. Просто смотри, как я минутку через... Зачем ты докажешь, что Кейт избавился от Арти? Это просто предчувствие. Это всё предчувствие для скачек. Это нехорошо распускать при девушке всякие неподтверждённые слухи. Я понял. Река-лега, спасибо. Где мне Арти искать? Нужно найти Арти. Так, а чё Теннан-то ушёл? Ну, ну-ка подожди. Можно я крутану это говно? Нет? Подожди. Или где это было? Ну, это было тут. Я ж правильно? Я ж ничего не путаю. Это было только что тут. Так, ладно. Может, это двоюродный прадед Берри? С Магнамом-то? С Магнамом-то по-любому двоюродный прадед Берри. Почему ты не бежишь вниз? Беги. 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 Так. Мне нужен Эйнштейн. Возможно, если Арти не там, значит, надо найти его ещё раз, наверное. Где Эйнштейн? Эйнштейн! Эйнштейн! А где Эйнштейн? А где Бяжка? Сейчас не понял. Вообще не понял, а где они все? А, он на крышу полез. Точно. А где эта крыша? Там, слева, в конце коридора. Да что... Блин, почему они не сделали возможность бегать где хочу? Ну, то есть, закрыли бы стенками там, ну, и всё. Эйнштейн с тобой? Нет, временно было там нею, я должен починить для дачи машину. Эйнштейн! Вы скорее свалитесь с крыши, чем почините что-то. Наврежу себе. Искричено вас слишком осторожно, мисс Стрикланд. Ты уверен, что это безопасно? Конечно же, это опасно. Это столово принадлежит гангстерам. Хватит трусить. Видите, безопасно как дома. Не вините меня, если вы погибнете. О, этот мужчина так безумен. Эмит, нет времени. Да что такое? Мне Эйнштейн нужен. Так, хорошо. Думаю, что он здесь действительно. Просто я диалог не увидел. Лось. Какой лось? Что? Кто лось? Зачем лось? Не надо лось. Что-то я не понял сейчас. Есть ли у меня что-то, что я могу доказать? Red Dead Redemption, перенесенный 2018. Где этот пёс-то? Может, он опять в кинотеатр ушёл? Значит, что сегодня придёт от Финкенштейна? Так, а... Где Эйнштейн-то? Я не понимаю сейчас, серьёзно. Где он? Мне нужно найти его. Потому что если я его не найду, то, блин, я хрен знает. проект раз-два раз-два и репортация них почему нельзя просто взять и покричать блять инштейн где ты блин 4 паре походу надо сделать я думаю что это кровь из носа дедушки до вывести кровь на трубку арте чтобы трексе подумал что значит он дала мне эту трубку надо что-то с кровью сделать что сделать не не сохраню для потомков нужна какая-то вещь арте либо сам арте ящики с капустой должно быть для сула ну блин проблема в том что мне нужен какой-то предмет а сюда нам нельзя что больше к тюрьме дали Я не могу найти его. Может... Подожди, ну-ка. Карикатурист. Чего? Это сейчас к чему вообще? Что это за подсказка такая странная? Ну, карикатуристы чего? Я понял. Я еще до этого заметил, что пустое место просто. Вот здесь вот пустое место. Так, Зейн, это кто? Это вот ты, да? Ты в игре? А, почему, и нет. Что-то мне подсказывает, что черный сегодня выиграет. Семь. Черт. Нет, это не он. Мне нужен Зейн. Как он выглядит? Это матчос. Не, за барной стойкой, за барной стойкой. Эй, бармен. Чего тебе? А ты можешь мне нарисовать... Что ты рисуешь? Еще одну карикатуру до знаменитых стей. Ты рисовала? Сухой закон не будет существовать вечно, брат. Я думаю, набираться опыта и могу... Вернуться. Насчет этих... Твоей галереи у тебя. Что с ней? А, ком она? Кто эти люди? Карикатура, вывешенных на стене славы, напоминает нам о тех, кого больше нет с нами. Но когда присутствовал в списке... Тех, кто присутствовал в списке. Это те, которые Кит убил? Конечно, нет. Они просто куча парней, которых Кит недолюбливал, и позже их не стало. Это как... Как это говорится, просто совпадение. Нарисуй меня. Я не знаю. Можешь нарисовать меня? Конечно. Это похоже на меня. Мол, на ней работал. Он мне отдал это? Сейчас... Когда беседуешь... Заказываю выпивку. Типа того. Я всегда хотел стать знаменитым. Ну, он, конечно, не похож вообще на Арти, но... Ну, да ладно. Вдруг. Трикси? Да. Да, похоже, они повесили новую картину на стену славы. О, господи, Кит. Кого-то прибил на этот раз. Кто это должен быть? Кто это? Микки Руни? Я так не думаю. Так понятно. Спасибо. Мне нужна... Чем рисовать. Ха-ха. Я художник. Карикатура. Не очень. А я могу забрать? Чего это я не могу забрать? Ты думаешь, сможешь нарисовать портрет этого парня? Конечно. Эй, это выглядит как так. Арти Макфлай. Ну, а нашего Арти Макфлайа похожа. Никогда не замечал того прежде. Я просто сейчас вспомнил, что отец-то похож на Арти. А можешь сделать так, как будто бы это на Арти похоже? Вуаля. Хорошая работа. Иди расскажи этим болванам из Нью-Йорка. Ну, так будет получше, я думаю, да? Сожалею об этом, папа. Я не знаю, как тебе сказать, но я думаю, что у тебя следует взглянуть на стену славы. Зачем? Что там? Арти! Я не верю в это. Мы заключили сделку. А Арти должен быть в безопасности. Я не знаю, что сказать. Зато я знаю. Он не платит налоги. Что? Прежде чем он погиб, Арти обучил меня разным вещам. Литература, история, бухгалтерский учет. И я... сделала большое открыло, скопировав все книги Кида. Это учреждение не вполне легально. Тупо не платит налоги. Лоль! Я знал все эти гэнкерские особенности крутых парнях, как Кит, но когда узнал, что он не платит налоги с прибыли от своего подбольного барда, что ж... Обманывать государство, это ж перебор. То есть убивать людей, это не перебор. Только передам эту книгу полицию, они покажут... Эй, полицейский! Гой сюда! Коппер! Коппер! Эй! Ух ты ж... Ух ты ж, ах ты ж, сука... О, да! Да-да-да! Мхм, хорошо! Пообщались, нормально! Что произошло с моим мерзким бывшим парнем? Я не знаю. Я не знаю. Черт побери, я сказал Шев, что нужна команда ищей, которая находится в Плейсервиле. Но тем не менее... Так, все, вечеринка закончена. Всем выйти из подпольного бара. Подпольный бар? Кхм-кхм... Вы ошибаетесь, офисер. Это кафе-мороженое. Хорошая попытка. На выход! Не в этом соль даже. Эээ! Чувак, на выход. Скоролеоны. Готовы людям, Валенти, помочь и разрядить эту ситуацию? Да! Конечно, не проблема, я починю этот вопрос в следующем совещании. Эй, не начинай, Кит. Просто подумал, что Джей Джей тоже может приметь счастье в поджоге. Теперь, когда он поймал поджигателя подпольного бара. Погоди, ты имеешь в виду... Дока? Дока? Ты ведь вовсе не из банды, Валенти, не так ли? Ты знаешь о поджигателях. Давай ты, бегом к полицейскому участку. Кит, достань тебя, крыса. Он все выбьет из тебя. Да, да. Ну вот, благодаря тебе доказательствам, мистер Уэлли, вся полиция Хилл Вэлли ищет Киды и его банду. Ты не понимаешь, теперь вы должны найти его. Он захватил моего друга. Кого? Неважно. Не волнуйся, мы окружили всю городскую площадь и сетана на пределах мира отсюда, то мы в конечном счете найдем его. Я не думаю, что у нас есть время до конечного счета. Я не думаю, что у нас есть время до конечного счета. Она старая, вонючая, трубка дедушки, но это не один из них. Эй, малыш, как дела? Хороший собак. Бочонки. Че бочонки? Баркер должен конфисковать выписку из бара. Что стволом собаки собрался делать? Это, во-первых, зажигалка. Во-вторых, она, бифа, в будущем. Поэтому... Ирвин Киттанин. Полагаю, он потерял это, убегай отсюда. Она пустая. Совсем. Вот теперь, вот теперь, я думаю, собака найдет то, что мне нужно. Эй, Айни, давай, понюхай это. Ого, искать. Хорошо. Я не думаю, что Танин и Док Кербердом Хуром друзья. Хорошо, хорошо, я проверю. Кнопка? Ну, нажми. Хорошо, Док, я сейчас. Корлеона? Что ты здесь делаешь? Ээээ... Ладно, неважно, иди отсюда и помоги мне избавиться от этого проклятого поджигателя. Эдна? Я поймал ее, когда он закладывал динамит, когда все бегает из столовой. Оказывается, Сейган невиновен. Я искал, а материал достать, и это кретин. Скажи цветовому Петру, сестра. Эээ, что это значит? Паркер? Танин, ты арестован. Разберись с ним, парень Сакрамента. Я не могу сделать это, Кит. Что? О, я понял. Зачем тебя не отпустить, мисс Трикланд и не сдаться? Эээ, смотри туда. Ебать. Ну, что вы такие тупые? Люд. Сдавайся, Танин, перевод забракит, он тебе никуда не бежит, все кончено. Закончено? Ничего не кончено, пока Кит Танин не скажет, что все кончено. Танин не сделает. Он не собирается впускать меня. Так, ээээ... Что мне сделать, что мне сделать, что мне сделать, что мне сделать, проем. Ясно, понятно. Так, 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 так. Мусорные бедра, давай назад чуть вернемся. можем сюда ну-ка назад так оба и одно ты чё это еще творишь так хочу мне делать мать мать ты чё там но я туда не успею явно так вернемся назад может не поговорить эй кит еще свинец ешь свинец фальшивка идиот идиот ты маневры это на прими смерть достойно не лучший вариант ну ладно тогда давай это дебил дебил давай пообщаемся шейки ешь свинец фальшивка это фраза бифа из первого фильма только не в таком боюсь мне трудно сконтретируется когда пули летят над моей голодой мистер крыльяная верно и дебил может я чё-нибудь кинуть у меня что то есть у меня есть зажигалка но это не поможет хочешь прикурить я не курю дурши чё мы с тобой делать добро вам так здесь мы еще одна прострелянный бочонок зачем нам это бочонок с самого нам боулинг для таннона о боже тебе это понравится эй кит дом у дороги это не настоящий пистолет о точно я забыл тогда лучше просто от него избавлюсь о черт и он уходит у нет да нет на месте теперь как на о смотрите-ка танан сын судьи ладно паркер я хочу получить машину свободную дорогу в неваду иначе пострадает пацан брауна док марти док да это я я говорю через радиоаппарат который установил молодой ли я на летающей машине что там происходит дела в лохе док трикси и паркер сделали свое дело теперь кит тебя взял заложники святые угодники и не говори постараюсь усадить кида в машину кто-то он окажется внутри подай мне сигнал и я сделал все остальное как я должен ты эммет воу ты причинам всего этого не так ли да ладно хупа 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 ческ какого гангстра зовут майкл корлеоне чё-то пес подожди крышка чё крышка не дает ну ка вернуться вправо давай попробуем так крышка опа нет чё-то не получается подожди нет не то не то не хочешь деда крышка крышка вернуться вправо вернуться влево вернуться влево что здесь еще есть а что у меня с собой фляжку кинем в лоб на сука не то хе-хе-хе давай влево вернемся тири 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 крышка нет тут он меня не подпустит вправо еще раз вправо еще раз что за танцы у нас тут начались со звездами ну это так не работает бежал вправо чё происходит то тут же больше ничего нет кроме крышки а предметов то у меня особо с собой кроме пистолета нету о хорош просто надо было в нужный момент док нажимай бочонок дырявый бочонок на 5 литров в карман сэйган конечно в навоз та ну вот что будет если связываться с Кэролом Сэйганом ирвин «танан» арестован за попытку убийства уклонение от уплаты налогов из-за то, что в галnarrator he и Officer — это я тебе за убийство Арти галeté Чего я не... Трикси? Арти? Моя бедная машина Полагаю, я должна извиниться, мистер Браун, благодаря вашему смешному сооружению Самый известный уголовник Хилл Вейли наконец-то отправился в тюрьму Не нужно никаких извинений, мистер Рикленд Моя летающая машина, возможно, случайно стал спаслительным, потому что совершенно отказал управление Мне нужна свежая идея Если вы готовы слушать, у меня есть несколько предложений Но сначала, я думаю, нам надо сходить в кино Я согласен, мистер Браун Я думаю, вам понравится Это о блестящем ученом переизбытке высокомерия Ко мне, Ини, давай найдем Дока И вроде опять все кончилось хорошо, но опять нехорошо Спасибо, что дал мне полетать на Делори, Докфинт Невероятно Я абсолютно уверен, что все в порядке Полностью Кит отправился за решет, Коэминт отправился смотреть фильм Кинштейна И никого преступности не катана в 1986 году И мы не забыли Эйнштейна в этот раз Падение уровня преступности в Хиллоуэле Только не для него, дедушки и Трикси Я думаю, мы готовы отправиться назад в 1986 Ты не чувствуешь, что исчезаешь? Нет Это потому, что твой отец все-таки родился через 7 лет Как говорится, что посеешь, что я пожмешь? Посеешь семена? Это о чем вы там занимаетесь с Эдной? Это о чем? Эммит и Эдна мурашки пошли мы должны вернуться основе машину это нельзя катастрофическая до упси Куда ты идёшь, док? Куда ты делся, док? Расслабься. У нас всё под контролем. Док? Док? И дрить. Немножко лагалите. Добро пожаловать, Хиллвейли. Расслабьтесь, у нас всё под контролем. О, боже. О, божечки. Ой-ой-ой. Продолжение следует. В эпизоде 3. В следующем эпизоде. Мартин Макфлай. Ну и куда же мы теперь в этот раз приземлились? Отец Джордж. И Лена. Как там? Это не такой мир, который ты... Программа обучения? Это делает меня... Не комфортно. Немного демораций. До сегодняшнего дня. Мы через, Макфлай. Я никогда не дать на такой сговор. Моя собственная девушка считает, что я сговор. Объяснительная вопрос, мистер Макфлай, это... Что случилось тебе? Господи, что случилось тебе? Ух, мне прям чё-то пробрало. Ветриить просто. Продолжение в следующем эпизоде. Гражданин Браун. Ух, мне очень нравился этот эпизод, когда я его первый раз сыграл. Он очень крутой. Он пипец необычный. Прям дико крутой. Жесть. Просто. И только из-за того, что они сходили в кино. Только из-за этого. Всё пошло наперекосяк. Всё. Абсолютно. Просто всё будущее. Всего города наперекосяк. Жесть. Жесть. Просто жесть. Жесть. Ну, это мы увидим не сегодня. В смысле, вечером. Как бы завтра. То есть сейчас это конец стрима, но вечером пройдёт... Как говорит? Ночь. А 4 утра. Почти 5 уже. Пройдёт время. Я посплю. Проснусь. И мы продолжим. Во. Во. Хорошо. У-у-у-у-у. Да. Читать гражданин Акейна, чтобы понимать отсылки. Да нет. Думаю, нет. Продуктивный, я думаю, стрим. Одну игру прошли, вторую прошли... Почти наполовину. Почти наполовину прошли. Хорошо. Если я завтра начну пораньше, то получится так, что я пройду за стрим, за следующую игру. Если получится. Но не факт. Но это не точно. Это не точно. Ладно. На сегодня всё. Всем спасибо, что смотрели. На канал подписывайтесь. В группу вступайте. И ждите завтра стрима. Пять утра. Я на час задержался со стрима, у них хероси. Я что-то увлёкся. Мне нравится просто эта игра. Она классная. Ладно. Всем до завтра. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok